И все привет ребят, с вами мистер Ванька и сегодня записываю новый ролик. Сегодня у нас очередной игровой видеоролик и под последним видеороликом, как я вас попросил, вы написали уйма, просто нереальнейшее большое количество комментариев. Спасибо вам огромное, что вы предложили свои вооружения и я, честно говоря, даже был поражен, насколько большое количество игроков сошлись в своем мнении и хотят увидеть Магнум. Он вам так очень сильно нравится, самый первый видеоролик игровых видосов, который стартовал, выходил на Хорната Магнуме. Данное вооружение вы хотели бы, чтобы я протестировал, но я подумал, что Хоре Магнум это будет, наверное, чересчур просто и решил попробовать сегодня поиграть на Викинга Арте, устройство на нее усиленный лафет, это поворот башни на Магнуме. Дефолтное, стандартное устройство, без которого, по сути, невозможно сейчас играть нормально и мобильно на средних и легких корпусах на Магнуме, поэтому здесь все довольно-таки примитивно и просто. Ну и посмотрим, что покажет данное вооружение в матчмейкинге. У меня есть задание на команду на команду, думаю, что попробуем одну катку сыграть именно там, ну а вторую попробуем, наверное, какую-нибудь цпшечку, потому что Магнум с овердрайвом на Викинге, я думаю, что там можно будет понаносить довольно большое количество урона, ну и максимально использовать более грамотно свой корпус. Ну а если вы все же топите на том, чтобы я протестировал Хорнета Магнум еще раз, потому что, ну как бы я уже изначально, когда записывал данные видосы, я говорил о том, что если вооружение у нас выходит, то должно пройти довольно большой промежуток времени, дабы вышло данное вооружение. Но если вы хотите посмотреть еще раз Хорнета Магнум, возможно там через видеоролик, через 2, через 3, то давайте на данном видеоролике наберем 150 лайков, 150 лайков набирается, я просто закрываю глаза и показываю тот самый нагибаторский Хорнета Магнум, который вы так сильно любите. Поэтому давайте пикаться, по данным видеороликам, безусловно, также в комментариях указывайте вооружение, которое вы хотите увидеть, обязательно, обязательно, вот это просто огромнейшая просьба для меня, вернее не для меня, а для вас, от меня, то что вы обязательно должны перейти в комментарии и написать любое вооружение, которое вы хотите увидеть. Я думаю, что вам не сложно, но я, соответственно, буду выбирать, буду смотреть, буду искать и что-то интересное и нагибаторское, безусловно, безусловно, мы вместе с вами выберем. Так, запикивает меня уже в катку, смотрю, что по резисту все довольно-таки неплохо, я забыл, что на данном Магнуме надо постоянно нажимать пробел и до сотки его дозаряжать, дабы потом была быстрая перезарядочка. Сейчас я что-то как-то проморгал и один нагибатор меня пытается здесь нагнуть, ну ладно, мину поставь хотя бы, ну что ты как в упор стреляешь, как баран. Давайте пробовать здесь выигрывать, три резиста от Магнума, довольно, ну, не маленькое количество резов, наверное, от данной пушки, я все-таки надеялся, что здесь будет их мало. На Викинге определенную какую-то позицию, я думаю, что занимать нету смысла, надо ехать кушать, плюс это ТДМочка, я думаю, что где-то возле вражеского респа будет самое топлое играть. Единственная есть проблема в том, что есть большое количество противников танков, которые играют на резистах и желательно мне, конечно, на эти резисты не попадаться и тогда будет вообще все замечательно. Я вот смотрю, что Гаусс этот хочет по мне так понакидывать и это, конечно, не есть хорошо. Ну ладно, в принципе, у меня там защитник, 50% реза от Гаусса. Пусть кидает, я попытаюсь его заигнорить, может быть у меня получится. Что касаемо Магнума, друзья, сразу вам скажу. Я уже много раз об этом говорил, но я повторюсь о том, что сейчас сплэш-урон, как вы видите, у Магнума, ну просто мизерный и нужно стрелять очень метко. То есть, вот грубо говоря, сейчас Магнум таков, что вам нужно стрелять как на рельсе. Вам надо стрелять очень четко, метко по противнику, дабы вы его дамажили не каким-то там сплэш-уроном, да, минимальным каким-то, да, а именно четко в центр танка, чтобы он получал максимальное количество урона от вас. Поэтому сейчас немножко посложнее, наверное, в какой-то степени играть на данном интересном вооружении. Я имею в виду именно пушку, потому что корпус для Магнума можно подобрать абсолютно любой. Вот как вы видите, даже сейчас там нагибатор какой-то на миномете играет. Играет здесь вот еще один бас по Магнуму, боже, сколько Магнумов, а я думаю, почему столько резистов, у нас 5 или сколько там Магнумов, боже. А что так в TDM-ках много используют Магнумы, они же не так жестко нагибают, чтобы их так сильно использовать. Ну тут уже, конечно, в катке одевают 5 резистов от Магнума, но это как бы неудивительно, когда у нас в команде одни Магнумы. Это дефолтная ситуация, у меня уже накопился овердрайв. И вот сейчас нам надо доехать до вражеской базы и устроить просто там мясорубочку. Желательно, чтобы на этой мясорубочке было как можно больше танков противника, дабы я смог побольше урончика нанести. Блин, ну как вот сейчас неприятно, противник там выходит, я уже как раз сводился так по красоточке. Молодой человек хочет меня побесить, ну ладно, ладно, я-то все равно не буду пати урона наносить. Нафиг ты мне нужен со своим 50% резистом, посиди побей лучше мой защитник. 3,5 минуты до конца, катку мы выигрываем, это самое главное. Но вот что касаемо моего опыта, то пока что все очень как-то неоднозначно. Отличный выстрел, вот сейчас я попал, даже по двум танкам прошел максимальный урон. Я так понимаю, что там между двух как раз таки танков попал данный снаряд, и он разошелся не как сплэш урон. И это, если честно, даже удивительно, потому что по идее должно было прилетать в один танк максимальное количество урона, а второго уже как типа считаться как сплэш. Оказалось то, что по двум танкам, если попадаешь по центру, то проходит одинаковый урон. Это довольно таки неплохо, если честно. Поэтому давайте пробовать, пробовать, пробовать закатывать здесь где-нибудь с фланга. И надо как-то уже прожимать этот овер замечательный. Блин, не попал, угол плохой был. Тут я попаду, конечно, 4К. И вот самое печальное, это когда вот за вами вот так ездят. Ну это просто ужас. Ну я пытаюсь игнорировать эти танки, которые пытаются за мной гоняться. Но в тот же момент я не могу, например, прожать сходу овердрайв. То есть если я прожму овер, он будет просто бесполезным. Толку от того, что я его прожму, ну не будет вообще абсолютно никак. И поэтому надо как-то сейчас ломить тайминг. Не знаю, где я его сейчас поймаю. Но где-то надо поймать. Где-то надо поймать этот тайминг. А этот молодой человек на диверсанте, да, играет? Ну ладно, ладно. Ладно, я понял, диверсант ты свой можешь где-нибудь в другом месте оставить. Мне нужен противник, у которого нет резистов. Даже уже этот хорек один рез. Ну по нему-то 2000 выдаю. Давай, 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 еще. Еще, 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 еще урончика. Будет вообще неплохо. Ну ладно. 150-очка у меня опыта. Очень мало, если честно. Для такой катки у меня прям такое ощущение, как будто я не знаю, что тут делаю. Ладно, прожму здесь овер. Потому что лучше тайминга уже не будет, наверное. Хотя бы так понаношу здесь урона. Два танка я унес. Ну и еще трех накоцал. В принципе, пойдет. Потому что, ну, я и так уже катался там с этим овердрайвом полторы или две минуты. Никак не мог найти нужное место. Наверное, не совсем удобная может быть карта и режим. Если это будет какая-нибудь точечка, да, или, например, осада, где танки кучкуются в одну точку, то, возможно, намного быстрее мне будет удаваться прожимать данные нагибаторские овердрайвы. Но здесь имеются такие проблемы. Ну, сами понимаете, я не хочу прожимать там овер на один-два танка. Это как-то глупо. Надо какую-то хотя бы кучечку находить. Дабы урон прилетал довольно-таки хорошенький. Главное сейчас минус не улететь. Ну, плюс десятку мы ведем. Неплохо. Пойдет. Пойдет, пойдет. Плюс десять. Очень даже хорошо. Блин, хотел минусануть этого молодого человека. Так очень, очень странно действует против меня. Я даже не понимаю. Он тоже меня пытается заигнорить, походу. Я его заигнорил, а он меня теперь пытается заигнорить. Ну, ладно, игнорь. Три секунды конца, я на первом месте. Каточка выигрывается. Все довольно-таки неплохо. Ну, я думаю, что, в принципе, минимально, минимально свое вооружение в данной катке я реализовал. Ну, сами понимаете, что это слабо. Это определенно слабо. И на том же харьке, как я уже сказал в начале видоса на Магнуме, можно сделать куда больше за счет овердрайва, который будет игнорировать вражеские резисты, и вы будете просто выкидывать этот урон как бешеный. Просто как бешеный. Шестерочку, кстати, звезд забираю, но уже не с первого места. Меня обогнали под конец. Поэтому не все так однозначно и гладко. Ну и вторую катку давайте сыграем в контроле точек. Я вот думаю, что контроль точек должен быть, должен быть прям бомбический. Прям бомбический. Желательно еще бы какую-нибудь карту такую, ну, не совсем, не совсем большую. Будет вообще неплохо. Будет неплохо, если там какая-нибудь промзоночка. Промзоночка была вообще шикарна. Что, может, долго не бросает. 25 секунд. Долговато. Надеюсь, что сейчас кинет ее и у меня нет никакого крита. Да, потому что есть шанс то, что у меня крит ошибка. Не, вроде критов нету. Парма. Блин, ну это тяжеловато, наверное. Хотя, в принципе, на парме можно сейчас раздать. Попробуем поиграть немножко на вражеский респ. Если противник не будет сильно нагибать. Ноль резистов от арты. Это очень-очень сильно меня сейчас мотивирует попасть вон по тому. Ладно, я уже переоценил свои силы. Хотя можно было бы попасть, если бы я... Немножечко качнул корпуса. Может быть и попал бы. Блин, как он вовремя прожал ДАЖК. Ужас. Прилетело 1999. Вы понимаете, что у него было 2К? А у меня прилетело 1999. У него один хп остался. Я в шоке. Вот это везение. Вот это просто везение. Я в шоке. Как спас его сейчас? Нагибаторский корпус. Попаду? Нет. Раскачки. Видите, раскачка на Викинге очень печальная. Если вот в таких моментах вы хотите попасть, то вы никогда не попадете на верх-низе. Никак не раскачать этот магнум. А вот если бы я играл на каком-нибудь Васпике, то шансов на такую раскачку было бы у меня куда больше. И к слову, насчет сплэша, да? Само урон-то от магнума теперь тоже намного меньше. Раньше-то вот в такой позиции, как я сейчас находился и в такой упор, как я стрелял, я бы скорее всего бы себя бы уничтожил. Потому что у меня еще и резиста от магнума нету. А сейчас ты так можешь и не улететь на рейс. Не знаю, куда правда я выстрелил. Тогда ашку не знаю, подбирать второй раз обломывать не стоит. Один раз меня уже обломал. Второй раз я уже не прощу обломчик. Так, ну и здесь уже купола пошли. Вот эти купола, это конечно просто до свидания, когда купола прожимают данные молодые люди. У меня все плохо. У меня все плохо, но вот когда нет резистов, и когда против есть викинги, которые не прожимают дашки, и хорьки, которые могут прожимать все, что хотят. Это очень-очень-очень достойно. Потому что вы можете вносить максимально большое количество урона по противнику, максимально быть полезным. И желательно еще, чтобы эта польза была на вражеском респе, дабы приносила как можно больше полезных вещей для вашей именно таки команды. Да, то есть, ваша личная статистика, это конечно хорошо, но то, что польза команды, например, в каких-то моментах не приходит, это плоховато, плоховато. Поэтому у меня уже овер есть. И что мы сейчас будем делать? Мы сейчас будем устраивать Донбасс, как бы сказал один молодой человек. Но, похоже, уже со следующего респа, потому что у меня ДДшка на кулдаун уходит. Без ДДшки. И я, наверное, прожимать здесь уже ничего не буду. Донбасс не состоялся. Или состоялся. Ну, блин, спорная ситуация, конечно, тут прожимать. Очень-очень рискованно, потому что у меня нет аптечки. Еще и рейса. Хорошо, что я не прожал. Ладно, 4 минутки до конца. Вот сейчас мы точно едем, нацелено раздамаживать противника. Попробую сейчас, правда, вот эту молодую... Ах, ты ж хитрый нагибатор. Ну, ладно, ладно. Давай тогда я в центр хоть накинул урон. Блин, а там, кстати, очень много противника. Может, мы сейчас туда поем и... Там-то этот урон-то и накидаем, не? Или не будем? Будем, будем, будем. Еще и падает овердрайв один халявный. Я сейчас вообще буду накидывать. Как бешеный. Просто как бешеный. Так, один овер у меня слетел. Хорошо. Ну, давайте сейчас отреспитесь, молодые люди. Викинг тут пытается накидывать. Ладно, хорошо, я ушел на резку. Катку выигрываем пока что. Ну, так, на тоненького, на тоненького. Три минутки до конца. Нужно прожимать овер. Нужно прожимать овер. Раздамаживать противника, безусловно. Ну, двух я унес. Дальше все. Дальше беда. Дальше у нас по плану беда. Ох, сейчас бы сбил бы еще бы прицел, поэтому нагибатору было бы вообще великолепно. А вот сейчас, куда моя арта ушла, я не понял, в землю куда-то? В землю, это, конечно, плоховато. Плоховато. Сейчас это выглядело. Я согласен с вами. Если бы она бы летела бы в танк противника, я бы там нанес бы урона. Дай бог каждому. Дай бог каждому. Там было бы замечательно все. Ну, так, ладно. Не все так однозначно, не все так круто, как хотелось бы. Ну, и надо сейчас подобрать бы овер, наверное, который должен падать с земли. И будет вообще замечательно. Дроповый овер. Мне бы сейчас очень сильно помог. А давайте я подожду ДДшку, дабы два выстрела выдать с большим уроном. А, они уже разъезжаются. Блин, вы быстро выдействуете, молодые люди. Ну, я вообще сейчас бы даже там, наверное, промазал бы. Ладно. Подождал ДДшку. В итоге первый прожал аптечку. Вот дурачок на банке. Такой дурачок. Такой дурачок. И выстрелы в небо. Ну, это, конечно, дефолтный. Дефолтный банка. Ладно, играем на команду. Играем на команду и выдаем ноль урона. Давайте, давайте, давайте. Две тысячи три выдам. Хорошо, две сто, даже красиво. Замечательно, великолепно. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Эти вулканы наваливают. Ох уж эти вулканы. На чем вы играете? На зажигательной смеси. Ой, ну, на зажигалке, короче. Это не зажигательная смесь, как она называется. Я уже забыл это устройство. Нагибаторская. Так, у меня есть овер. У меня есть овер. Нет ддшки и нет аптечки. Надо уходить на респ. Катку мы как раз таки выигрываем. Остается одна минута до конца. Сейчас пойдут овердрайвы у титанов противника. У нас нет вообще харьков. То есть мы будем терять точки. Это очень плохо. За минуту до конца терять точки. Это может очень плохо закончиться. Для нашей команды. Ладно. Одна боковая точка у нас есть. Пробуем захватить еще одну боковую. Надеюсь, что мне получится это сделать. Очень долго я тяну с этим выстрелом. Надо немножко порезвее стрелять. Я просто на верочку стреляю. Понимаете сами, что раньше ты забирал сплэш уроном очень много фрагов. Сейчас надо на верочку попадать в центр танка, дабы урон проходил максимальный. Сейчас немножко в этом плане есть такая неуверенность. Неуверенность в каких-то моментах. То, что может не залететь выстрел. Поэтому лучше стрельнуть с запозданием. Зато метко. Так. У меня остается очень мало времени. Надо накидывать урон. Что сейчас будет уже беда. Блин. Очень много намазал. 8 секунд до конца. И мы сливаем катку. Еще и лак. 4, 3. Походу мы слили ее, да? Как же эти титаны все-таки меняют ход игры под конец боя в ЦП. Это просто ужас. Настрелял я неплохо. Настрелял я неплохо. Пятерочка УП. Но вот катку проиграли. Это, конечно, немножко обидно. Это так смазывает наш результат. Ну а так. В общем и целом. Довольно-таки достойно. Можно подамбасить. Можно понакидывать на Викинге неплохо урончик. По противнику. И как я уже сказал. Наверное ЦП для Викинга Магнума. Это самый удачный вариант. Самый удачный режим. Поэтому если вам нравится данная пушка. И вы играете, например, по КД на Харьке. Так. Чисто для разнообразия. Я бы вам посоветовал бы тоже поиграть на Викинге. Я думаю, что у вас тоже получится понаносить большое количество урона. Понагибать противника. И отлично провести время на данном интересном вооружении. На данном моментике мы будем, я уже думаю, заканчивать. Спасибо всем, кто досмотрел данный видеоролик до конца. Если вы еще не поставили лайк на него, то обязательно поставьте. Мне будет очень сильно приятно. И это будет продвигать данный видеоролик. Также, друзья, если вы не подписаны на канал. То мне будет очень приятно, если вы подпишетесь на него прямо сейчас. Сделайте красную кнопочку подписаться прямо сейчас серым. Это будет очень признательно с моей стороны. Ну а с вами был мистер Ванька. Всем, друзья, спасибо за просмотр. Всем удачи. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok